приветствую вас уважаемые любители рыбалки и рыбового ловли в сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про топ 10 тех мормышек которые я использую зимой для подлёдной ловли мормышка дробинка прежде всего она такая круглая шарообразная соответственно исходя из названия дробинка это не разная в зависимости от глубины использую соответственно я ту рыбу которую ловлю используется она для ловли окуня прежде всего ориентирована вот бывает она двух типов это свинцово-оловянная или оловянная и бывают они еще вольфрамовая формой соответственно тяжелее соответственно цвет мормышки выбирается в зависимости от окружающей среды то есть если светло то уловим на темные цвета если темно то уловим на светлые цвета то есть если светит солнце ставим темно если светит солнце в облаках то есть пасмур то ставим более яркие есть у меня вот такого плана еще на дробинка из измята с красным глазиком очень здорово она работает по окуню ну и плотва и любит следующий тип мормышки это является по большей части она без насадочная так называемая коза на козу ловят окуня и плоту соответственно реже попадается не что-либо другое по крайней мере в наших полосе на на тех худоемах на которых я ловлю вот так же можно на нее подсаживать мотыля и ловить спокойно на стоячку или же в проводку да у таких здорово не отзывается плотва а укуня я на нее ловил гораздо меньше основная цель это все таки я считаю то что это плотвичка мормышка типа банан является без насадочной мормышкой но также можно ловить на нее есть подсадка моталя ловлю я на нее на маленьких речках на микро речках так называемых бывает вот она нескольких видов у меня здесь представлена вот то есть подмалька обычная полосатая то что типа парад кушка мелкого и так далее есть более светлые рассветки попадается на нее ельчик попадается на на нее и на изредка но попадать все-таки для лавлик реже попадается плотва и окунь мормышка типа муравей есть у меня также запасе распространена она довольно таки давно и по всем областям районам нашей необъятной страны вот ловят на нее также плотву окуня довольно таки известная мормышка представлены у меня двух расцветках это более-менее светлых есть у меня вот она еще даже сделаны свинца старая то есть еще дедовская осталась есть также новая основную основной целью для этого мышки является плотва реже окунь мормышка типа дрейсена так называемая распространенная довольно таки тоже является одной из кормовой базы рыба распространенной зимой маленьком жители подводного вот который довольно таки любит рыба эту мормушку тип мормушки и использую для ловли по крупному ершу также по плотве много цветовой гаммы то есть светлое вот есть есть золотистая такая чуть подкрашена но и есть черная соответственно можно ловить как в проводку так и настоящие тип мормышки типа овсинка да он таки старая одна из моих излюбленных мормышек для ловли плотвы особенно глухозимей я использую здорово на нее попадается плотва прям прям вот последние выезды которые были из видео отчет в котором можете посмотреть это было поймано именно на нее вот по глухозиме по плотве вот с подсадка одного тире двух мотыльчиков на мелководье там до двух метров очень и очень здорово попадается не платвичка реже на нее попадается уху попадается ну и пореже и соответственно не очень здорово попадается уклейка но это ближе к весне когда талая вода устремляется под лед тогда уже вот на нее тоже начинается вприлово попадаться в клея я мормышка типа уралка довольно таки тоже состраненная известно много на нее народу ловят вот есть черного плана они у меня темная есть светлая на светлую у меня остановлено удилище я ее не стал отрывать показывать вот и также вот есть ядовитое зеленое ядовитое зеленое я специально адаптировал красил ее под один водоем на которую я давно таки часто ездил зимой и вот на этом водоеме любимым цветом является зеленый ярко зеленый сейчас выше буду рассказывать еще про черт который также перекрашивал любит плотва вот именно прям без ума вешаться на эту мормышку сегодня такие ядовито зеленого цвета чем это объяснить я не знаю но излюбленная мормышка это было но и узнал у одного из скажем так коренного жителя который там живет рядом с этим водоемом и с успехом ловит даже в ухозиме вот на эту мормышку именно на этой расцветке попадается на него плотва окунь почти всю рыбу она собирает вот эта мормышка и подъязок густерок бывает и соответственно голавлик тоже попадается на нее также хотел представить одну из довольно таки новых мормышек которую я впервые стрижил в 2016 году на водоеме ловил на нее один из местных жителей тоже на речке и ловил здорово окунь от такого ладошечника и латвичка является эта мормышка без насадочный оставляет она из себя вот такую трубочку и вот с таким квадратным бисером небесе он не знаю как его назвать вот довольно таки здорово на мелководье ловил рыбу поближе посмотреть если у кого будет такая возможность я считаю то что можно взять ее к себе на вооружение в коробочку и я так думаю не раз она выручит по глухозимью вот и по последнему льду не знаю как называется тип мормышки но я вот себе приобрел две одну уже успел оборвать а вот на одну продолжаю ловить с успехом довольно таки следующий тип мормышки я так думаю вы его узнали это чертик есть у меня вот несколько ядовитых расцветок вот о которой я уже рассказывал зеленый используя для ловления на свою массу за одного водоема вот есть ядовитый зеленый есть более такой матовый зеленый вот черти бывают разного типа разного плану вот здесь предоставлено 6 видов вот этот еще старый старый это свинцовый еще чертик на него повесила кендрик надо было более-менее адаптировать вот чертик довольно таки распространен на наших водоемах и собирает тоже всю рыбу даже леща подлещика крупную плоту крупного окуля много раз я сталкивался с тем что выдаю на водоемах любите рыбалки отцепляют такую рыбу то что на леске 0 1 они ее просто ждали пока рыба оборвет то есть попадаются очень очень хороший экземпляр является эта мормышка без насадочной вот без моток так называемый вот вот на нее тремя разными типами проводки но это следующем видео то зиме когда лед станет это менять сниму покажу какие типа проводок бывает на эту мормышку вот ну довольно таки здорово я на него ловил и окуль на ловил и подлещика ловил так что если у кого-то будет возможность советую приобрести хотя бы такого плана и вот такого плана более худых чертиков вот они у меня почему-то полуловисти и зеленый за соответственно салатовый такой это уже по плотвее у меня на одном из моих водоемых рабочих мормышка так называемая медуза или же ведьма всем за по-разному я называю ведьмой явилось для меня довольно таки открытием ноу-хау определенное время был это 2014 год когда впервые столкнулся эта мормышка сидела я ловил на водоеме на озере кормил долго кормил на закормочных лунках ничего не попадалось практически у него не было на стране не было и вот была у меня она привязана на одном из удилища поставил я его использовал как правы как без без насадочного так и пулеобразными основании три крючка по кругу вот поставил я эту мормышку и дело-то пошло не знаю чем это объяснить ну там буквально там за полчаса я компенсировал весь утреннее все утреннее без клёвя и остался да он таки с рыбы уехал с рыбой рыбы это была окуль окуль там с ладошку не крупный грамм по 250 по 200 вот ну довольно таки бодро оживила она мы эту рыбалку реанимировала и еще не раз она помогала мне на прудах на водоемах на озерах в основном на озерах по большей части да если ловил на озерах вот если кто будет думать брать не брать я советую то что хотя бы парочку троечку можно взять попробовать успел я уже оторвать одну так мне в запасе 3 здесь 2 вы можете видеть и одна у меня привязана в жид в ящике рыбалом ждет своего времени вот является она без насадочной то есть опускаете и пошли за счет игры но он таки реза и вот эти крючки динарная они расходятся в сторону создают определенного рода амплитуду игры довольно таки бодро еще также но это читал по большей части то что на нее здорово клюет плотва ну плату я на нее не ловил но то что знаю окунь да окунь ее любит окунь ее да я бы даже сказал уважает вот делался на открытием для меня свое время вот советую честно говоря совет вот эту мормышку советую те кто будут начинать или начинающую и те кто сомневаются брать не брать надо брать надо попробовать я так думаю вы приятно будьте удивлены что вы думаете